Сегодня я расскажу про тачменты, про еще какие-то вещи, немного про анимацию, хотя Wings 3D в общем-то не приспособлен для серьезной анимации, так что серьезную анимацию вам скорее всего придется делать во всяких там лайтвейвах, 3дмаксах, но простые какие-то анимации с простыми объектами сделать в Wings довольно просто. И сейчас я объясню, почему так важно уметь обращаться с анимацией в серьезном сцене. Итак, я сделаю самую простую модельку, вот у меня есть какой-то цилиндр, я как-то по-быстрому ее затекстурирую, там текстуру я загрузил заранее, ну пофиг где что выставлять, даже не буду толком называть ничего, просто чтобы вы увидели. Не забываем вот это, и надо сделать раскладку, как и говорил в своих предыдущих видео, то есть блин, раскладку, растяжку, свертку, немного путаюсь, но я думаю идею вы поняли. Итак, сделали простую модель, теперь я ее экспортирую, пускай это будет тест 1, импортирую в Сэма, наложу текстуру, так же чтобы было видно. И вот, хреново, а потому что я забыл разбить на материалы, ну ладно, не важно. Здесь я хочу просто показать, чем может быть чревата анимация Wings 3D. Собственно говоря, не только в Wings 3D можно достичь такого глюка, вообще это связано чисто с серьезным движком. Для анимации мне нужно последовательно сделать несколько кадров. Вот первый кадр у меня есть, теперь я допустим поверну ее на 90 градусов, получу второй кадр, также его экспортирую, тест 2. Поверну еще на 90 градусов, получу третий кадр, тест 3. Ну и последний раз поверну я, получу тест 4. Еще на 90 градусов, удерживая shift, поворачивать и двигать, приводит к тому, что двигается на какое-то фиксированное число градусов или там точек. То же самое удерживая control, возможно я об этом говорил. Итак, вот я создал 4 кадра, что у нас получится в модулере, если мы попытаемся сделать из этого анимацию. Ну, впишу сюда какую-то новую анимацию, называться она будет как-то вроде FGD, FGD. И 4 кадра у нас. Значит, это я не буду объяснять, я думаю это слишком просто. Где-то со скоростью 1.0. Итак, что же мы здесь увидим? Ну, я думаю, хорошо, помните, что я ее не деформировал, но почему-то вот когда мы ее импортировали, она не просто крутится, она еще вот так вот некрасиво растягивается и стягивается. Это связано с тем, что точки стремятся перейти от положения, которое они занимают в одном кадре, прямо к положению, которое они занимают в другом. А эта траектория ведет по прямой. Нам же нужно, чтобы они крутились по окружности. Ну, и в таком случае, собственно говоря, помогают аттачменты. Они помогают сделать так, что при довольно маленьком числе кадров, о следственном размере модели, мы можем получить так, что вот не будет этого искажения. Как именно я сейчас продемонстрирую. Ну, эту я модель сохраню. И теперь что я сделаю? Это удалю. Вместо него создам какой-то простейший кубик. Его пообрезаю там со всех сторон, потому что мне нужен размер поменьше. Это тоже обрежу. И это. В конце концов, от кубика я ставлю один только вот такой треугольник. Все полигоны выделю, кроме этого. Нажиму холл. И его как-то очень просто затекстурирую. Совершенно не важно, как, потому что его потом мы сделаем невидимым в игре. Так что его можно текстурировать как попало. И остается заметить, что если вы делаете вот такие вот модели, чисто для аттачментов, то на самом деле важно еще и сделать вот такое. Это куб, который будет заведомо больше всех кадров вашей модели. Можно его инвертировать, можно не инвертировать. Он тоже будет совершенно невидимый. Поэтому UV-мэппинг можно на него тоже накладывать как попало. Просто нажимаю и, пожалуй, вот так пробью projection camera. Да, не может. Ну тогда вот так. Опять не может. Это потому, что ему не нравится замкнутая полоса полигонов. Поэтому придется по частям. Ну ладно. Ну ладно. Опять не может. Unfolding. И тут тоже. Повторяю, вот это можно текстурировать как попало. Его все равно будет не видно. Но все-таки к другому материалу добавил. Теперь остается объединить эти два объекта. Итак, что у нас в итоге есть? Такой треугольник посреди куба. Это, конечно, ни о чем не говорит. Что я теперь сделаю? Первый кадр у нас есть. Я его сохраню как ATEST1. Теперь я вот этот вертекс выделил. Вот этот. Смотрю на него ровно сверху. И перемещаю его на 90 градусов, можно сказать. Экспортирую ATEST2. Ещё раз перемещаю этот вертекс. Теперь на этот раз сюда. ATEST3. Ну и последний кадр. Вот этот. ATEST4, наверное. Ух. Теперь. Из этого я сделаю анимированную модель в Сириус Моделлере. Открою скрипт. И напишу какую-то анимацию, которая опять будет называться FGD-FGD. И она вот так. Четыре кадра у нас. Ну и период пускай будет 0.5. Ну вполне очевидно, что мы в итоге получим. Это кубик с вот таким вращающимся треугольником посередине. Так. Включил WaveFrame. Тут его должно быть видно. И где-то тут еще WaveFrame. Ну ладно, не важно. Фух. Тут хорошо заметно, что опять-таки деформируется наш треугольник во время вращения. Потому что, как я опять-таки говорил, вертекс переходит по прямой между кадрами, которые мы задали. но нас не волнует то, как деформируется этот треугольник, потому что, что мы сейчас сделаем. Я нацеплю на него attachment. Вот тут Tools.info добавлю-ка я AxisMDL. Его лучше всего добавлять в самом начале, в качестве attachment. Находится в папке Models, Editor, AxisMDL. Теперь я навожу курсор мыши на вот этот вот вертекс нашего треугольника и нажимаю на клавиатуре кнопку 1. Не на дополнительной, а на основной. Вот. Я нажал 1 на клавиатуре, навожу на этот вертекс, нажимаю 2 и остается нажать, то есть навести курсор на этот и нажать 3. Итак, мы, можно сказать, привязали наш attachment к этому треугольнику. Это значит, что, когда я включу анимацию, attachment будет крутиться вместе с треугольником. Но заметьте, модель attachment никак не искажается. И теперь я могу заменить access.mvl на ту модель, которая у нас была. Наверное, вот здесь models.mp Slaw тут какая-то папка какая-то где-то вот здесь. Ага. И вот. Вот, пожалуйста. Вы видите, что теперь не искажается наш цилиндр. Хотя анимация чуть-чуть рывками проходит. Но это на самом деле гораздо менее заметно, чем если бы он уменьшался, изменялся в размерах. Можно одновременно включить анимацию на attachment. Тогда он будет еще вдвое быстрее крутиться и еще искажаться. Но нам это не надо. И, наконец, мы все полигоны вот этой модели, держатели attachment, которые мы сделали, мы их сделаем невидимыми. Чтобы у нас оставался один вот этот наш крутящийся цилиндр. И мне стоит объяснить, зачем же я сделал вот этот большой куб вокруг этого цилиндра. Дело в том, что когда вы поместите вашу модель в Service Editor, у этой модели как будто бы будут все ее аттачменты. Но вот в чем дело. Представьте, что вот этот экран вашей игры, и вот Сэм смотрит вперед, и вот он чуть-чуть вот так вот смотрит вбок. Пока еще видно вот эту модель, но как только Сэм перестает видеть модель вот так, сразу же автоматически отключается рендеринг всех аттачментов этой модели. То есть, если бы допустим этот кубик находился вот где-то здесь, а цилиндр вращался не внутри него, а где-то вот здесь, то посмотрел вот так чуть-чуть в сторону, я бы заметил, что этот цилиндр исчезает в Сэрис Эдитере. Поэтому я сделал вот такой вот куб. Все равно его можно сделать невидимым, но пока угол зрения Сэма затрагивает хоть как-то этот куб, будут рендериться все его аттачменты, они не будут пропадать, тогда, когда нам это не надо. Но вообще-то не этом я собирался посвятить свое видео, собирался сделать одну модель аттракциона, поэтому это я вырубаю, добавлю по новой свою текстуру и приступлю к тому, что я собирался делать. Это самое интересное. IOV BG надо ее назвать, во всем известно, и начну с цилиндра. На этот раз поверну его по ACX немного приподниму, желательно при этом удерживать Shift, потом увидите почему. Вот, ну, где-то вот так, немного уменьшу, где-то на 50%, тут я уже удерживаю Ctrl, ну, и поехали. Сейчас я буду делать колесо обозрения. Да. Начну с основания этого колеса обозрения, потом сделаю само колесо. Это не должно занять много времени, особенно с использованием зеркал, которые я сейчас продемонстрирую. Вот тут уже можно начинать использовать зеркало. Какие у нас тут будут оси симметрии? Для начала я отрежу половину вот этой модели, которая у нас есть. Backspace. Теперь я отрежу половину этой модели, для начала разделив ее на точные половины. на вот так отрежу и теперь приступлю собственно к самому моделингу. Тут его совсем немного. Тут буквально остается вот это экструдировать. вот такое будет хилое основание. Пробить flatten y, еще разок экструд, и обращаю ваше внимание на такую полезную функцию, как абсолютные команды. Я хочу, чтобы вот этот нижний полигон стоял ровно в нуле по y, но сейчас он как-то вот так в непонятной дроби в какой-то стоит. Проще всего это сделать через абсолютные команды. Я сделаю move, и в y просто впишу 0. Вот этот полигон уже стоит на нуле. После этого можно его удалять, потому что он нам не нужен. Hall. Теперь уже можно приступать за текстурирование вот этого основания колеса обозрения. Начну отсюда. Это опять-таки не займет много времени со всеми этими зеркалами. Evi mapping, unfolding. Тут я поверну на 90, и куда-нибудь вот сюда его куда же. Впрочем, не важно. Тут я могу вообще не комментировать, потому что все это наверное предельно ясно. Тут не обязательно сворачивать, потому что тут применено уже зеркало. Хотя пожалуй я все-таки сверну, чтобы увеличить разрешение чуть-чуть этой текстуры. Поместить ее куда-то сюда. вот. Та пофиг как оно смотрится. По-моему вполне нормально. Сойдет для оси на первый раз. И назову я этот материал металл. Делаю Evi mapping этой вот штуки за одной вот этой. Можно было быстрее ее выделить, но это не важно. Эти полигоны я не буду мапить, потому что они все будут поглощены зеркалом. Тут я буду использовать не normal, а projection camera. Так будет чуть ровнее в данном случае. и вот на какой-нибудь круглый элемент их помещу. Вот тут у нас есть что-то круглое. Возможно подойдет. Вот. Как-то вот так. Этот материал будет называться Metal 2. Остается совсем немного. вот эти фигнюшки. Тут наверное надо свертку какую-то сделать. Желательно. Все это довольно рутинная работа, поэтому наверное делать так не буду. Сделаю как попало. и куда-то ее помещу. Во-первых куда. А хотя бы вот сюда. Пускай так и будет. Metal 3. ну вы сами видите все очень просто. Просто дико просто. Теперь мне кто-то говорил, что тяжело делать Evin Evin элементарную свертку выполнить чтобы можно было одному материалу это назначить. Еще разок. Вот сюда. Вот. Теперь остается проделать Flatten. Тут Flatten Y тут тоже Flatten Y Тут Flatten X и тут тоже. Вот фактически и все. Остается разместить ее где нам больше нравится. Мне больше нравится вот здесь. Вот вы текстурировали одну перекладину. Ничего сложного как видите в этом нету. Metal 4. Вот насчет этих полигонов у меня особые планы. А тут я наложу еще текстуру. Это смещу сюда. и что-то квадратное здесь будет. Тоже что-то очень простое. Поскольку с этими полигонами не соприкасается ни один полигон, которому я назначил материал Metal, поэтому я тоже назначу ему материал Metal. Просто потому, что я могу. Теперь я буду отражать это все дело. создам виртуальное зеркало здесь. Тут же я его заморожу. Объединю вот эти два полигона. Прежде чем я создам следующее виртуальное зеркало, проделаю мост между этими двумя полигонами. Вот этот полигон нам не нужен, поэтому я его убиваю. И опять еще одна тонкая перекладина, которую надо затекстурить. Как вы уже поняли, ничего сложного. Тут даже свертку не обязательно выполнять, потому что он не замкнутый. Я его просто помещу куда-то вот сюда. Пофиг как. Поскольку с ним не соприкасается ни один полигон с материалом Metal 2, поэтому я ему назначу материал Metal 2. Низкое разрешение текстуры, ну и пофиг. Теперь последнее зеркало, которое стоит добавить вот это. Сразу же его опять-таки заморожу и пообъединяю вот эти полигоны. Ну вы поняли, как в этом случае полезен миррор. Конечно же из-за этого миррора текстура в некоторых местах довоится, поэтому есть иногда смысл не использовать его, но в очень многих случаях его использовать можно и довольно-таки удобно. Теперь еще одна интересная команда, про которую я вам расскажу. Допустим, у вас есть много однотипных полигонов, вам лень выделять все одновременно, вы просто выделяете какие-то любые из них, любой один или любые несколько, нажимаете и, и это выделить такие же полигоны. Вот смотрите, я выделю этот полигон, нажму и, выделятся точно такие же. Выделю еще этот полигон, и вот, все, что я хотел выделить, все выделено. Теперь Review Mapping, Unfolding, опять мне в облом что-то тут заморачиваться, просто куда-то сюда их помещу. Будем считать, что готово. Да, почти даже как-то смотрится. Я не знаю, с какими там материалами он пересекается, поэтому просто назначу ему Metal 5. Пофиг, что их будет слишком много. Да, не очень красиво. Ладно, пофиг. Итак, основание мы сделали, можно сказать. Теперь я сделаю само колесо. Опять буду жестоко применять в нем всякие там зеркала. Сделаю цилиндр, поверну его по оси X-ов и перемещу по оси Y вон туда. Опять-таки зажав shift. Вот. Чуть увеличить по Z. И теперь надо задать диаметр этого колеса вот таким образом. Move normal на всяких полигонах, которые находятся по периметру. Ну, вы поняли. Я надеюсь. вот так. Ух. Теперь что я делаю? Наверное, вот здесь я делаю inset. чтобы оно, так сказать, сидело на своем месте. После чего вот это вот будут как бы такие между спицами промежутки. ну и пока что я спрячу вот это, чтобы оно мне не мешало. И буду проделывать всякие хитрые зеркала с вот этим вот куском модели. Я решил вырезать большую часть этого слоупочного моделинга и текстуринга, потому что там, наверное, ничего интересного. Вы и так это все знаете, если смотрели мои предыдущие видео. поэтому что я сейчас делаю, я вам только покажу, как я тут совершаю virtual mirror freeze эти полигоны объединяю, опять virtual mirror еще объединяю полигоны опять virtual mirror и остается последний раз ну и я могу сказать, что я бы текстурировал это гораздо дольше, если бы не виртуальные зеркала, так я текстурировал где-то минут 10, пока я там поставил на паузу, да и честно говоря, сильно достаю, то что она подлагивает, когда я записываю видео, поэтому я его тоже выключил по этой же причине, ну а не важно, теперь я наверное сделаю так, чтобы это колесо так красиво крутилось вот на этом основании, как я вам уже показывал, оно не будет красиво крутиться, если я вот так на пустом месте просто сделаю анимацию, поэтому я сделаю его аттачментом, вот это колесо будет аттачментом, а вот это основной моделью, основанием, для начала я колесо перемещу вниз, вниз, чтобы оно было в начале координат, потому что это будет центр вращения, короче, вы видите, теперь тут я создам треугольник для атача, то есть создам самый простой какой-то кубик и его перемещу сюда, так, половину кубика отрежу, эту половину тоже отрежу, и вот здесь отрежу, спрячем, чтобы оно не мешало, тут будет один такой треугольник, все полигоны кроме него удаляю, как-нибудь его текстурирую, как угодно, этот новый материал будет называться attachment, специально его делаю отдельным, чтобы потом сделать невидимым, эти два объекта нужно объединить командой combine, после чего я начинаю делать вот что, заведомо выделяю вот этот, кстати, это можно спрятать пока, чтобы оно нам не мешало даже hide, выделяю значит этот вертекс, мы смотрим на него по оси z, нажимаю export selected, 3ds, хочешь, чтобы мы объекты, вот, выделили объект, export selected, это будет wheel, просто wheel, теперь я перемещу по часовой стрелке сюда, export selected, это будет wheel 2, еще по часовой стрелке сюда, это будет wheel 3, и последний кадр, который нам нужен, это wheel 4, так, я нажал export selected, или я не то нажал, export selected, wheel 4, то есть это не wheel, это основание, ну ладно, назвали, так назвали, Теперь в модулере я создам эту модель. Пропишу к ней анимацию, которая будет называться Rotate. Скорость 0.5 и 4 кадра у нас. Кажется, так я их называл. Да, значит я их так называл. Теперь я приделаю сюда attachment. Для начала даже добавлю текстуру. Сохраню. Можно сходу настроить collision. И attachment, как я уже говорил. Начинаем с Axis MDL. Удобнее всего добавлять в качестве attachment. Теперь я спрячу все наши серфейсы, кроме attachment. Чтобы нам было удобнее всего к нему прицепить наш Axis MDL. Как я уже показывал. 1, 2, 3. Теперь можно сделать наоборот. Сделать attachment невидимым. Мы увидим, что при анимации Rotate. Вот. Как-то так оно вращается. Сохраним. Теперь я экспортирую вот этот объект. Export selected 3ds. И я назову его, назову его, если у нас уже есть will. Наверное назову его так, ferris. Так называется этот аттракцион по-английски. Создам его здесь. Добавлю ту же самую текстуру. Какой-нибудь там collision. Тут его сохраню. Тут загружу в качестве attachment. Вместо Axis MDL загружу то, что мы тут сделали. Какая-то папка. Как-то даже работает. Ну, чуть-чуть рывками крутится. Но, вообще-то, это же мы делали адский аттракцион. А не обычный. На нем должно быть больно кататься. Поэтому будем считать, что на этом этапе дело сделано. Остается сделать к нему кабинки, чтобы посетителям не приходилось руками виснуть. Вот на этих вот штуках. Кабинки я сейчас сделаю в Wings 3D. С чего начать кабинку? С того, что я спрячу то, что мне не надо. Чтобы оно здесь не путалось. И, пожалуй, опять поставлю на паузу, пока ее с модулю очень по-быстрому затекстурирую. И вот моя кабинка повышенной ненадежности. Но, возможно, она пока еще не очень похожа на кабинку. Поэтому я сейчас займусь исправлением этого небольшого недостатка. Добавлю виртуальное зеркало сюда. После чего заморожу его. Удалю ненужные полигоны. И добавлю еще одно виртуальное зеркало сюда. У нас есть наша кабинка. Вот так приблизительно она выглядит. Я думаю, у нас их будет всего 4 штуки. Но поскольку по часовой стрелке крутится колесо, то кабинки, наверное, должны крутиться против часовой стрелки. Не так ли? Ну и для них мы создадим треугольники аттачментов. Для этого кабинку я помещу в центр координат. Вот спрячу вот это все. Ну, в смысле, чтобы она вращалась правильно. Чтобы ось проходила приблизительно вот как здесь. Готово. Саму кабинку пока что спрячу. Как и основание колеса. Теперь сюда буду лепить аттачменты. Приблизительно тем же методом, каким я его лепил здесь. Тут у меня где-то был этот полигон. По-моему. Где-то же я его тут создавал. Ага, вот он. Ну, вот я его опять и использую. Вот. Сепарейт. Его перемещу чуть ниже. Надо бы его переместить туда, где у нас будет вращаться кабинка. Ок. Точку поместить в исходное положение. Вот сюда. Это мы спрячем. А вот это раскопируем. Четыре раза. Для этого есть команда duplicate. Дубликейт. Еще два раза duplicate. Я его даже назначил себе на отдельную клавишу. Но тут не совсем удобно будет, поэтому я вручную его поставлю куда-то сюда. Как-то вот так. Последний треугольник. Вот так. В принципе, даже если я тут ошибусь, и оно будет вращаться неправильно. Просто поменяю положение аттачмента вот этого колеса в исходной модели. Так. Теперь я спрячу это. Оставшиеся объекты я объединю комбайном. Вот так у нас есть первый кадр колеса. Его я сохраню как опять-таки феррис. Да, заменить. Теперь я буду в очереди вот эти вот точки подвигать. Если я нажму И, выделится слишком много. Нам нужно всего четыре. Видимо, есть еще точки, которые выглядят точно так же. И вот в таком режиме я буду их двигать против часовой стрелки. Сюда. Феррис 2. Опять их подвину. Сразу все четыре. Это будет файл феррис 3. И последний раз остается их подвинуть. Вот в такое положение. Файл феррис 4. Файл феррис 4. Теперь. Наша модель. Наша модель колеса. Где-то тут был скрипт. Можно сразу скрипт загрузить. И вот что мы сделаем. Анимация опять будет называться Rotate. Будет 4 кадра. Скорость такая же. Надеюсь, я нигде не ошибся при экспорте. Если не ошибся, то должны вращаться вот эти треугольники. Ага, вращаются. Ну, значит, не ошибся. Теперь, что я сделаю. Уберу пол. Выделю. Все, кроме аттачментов. Сделаю их временно невидимыми. А на аттачменты я сейчас буду цеплять Аксис МДЛ. То есть не на аттачменты, а на полигоны для аттачментов. Ну, я думаю, вы поняли. Нацеплю его на каждый. 1, 2, 3. Еще один аттачмент сюда. 1, 2 и 3. Еще один сюда. И остается последний. Теперь посмотрим, правильно ли они будут крутиться. Да, все три крутятся. По часовой стрелке. Ну, не важно. По-моему, там против часовой стрелки крутится у нас само колесо. Так что теперь я буду загружать в качестве моделей наши с вами, ну, эти кабинки. Слав. Феррис. Ага, кабинки-то мы еще не создали. Кабинки надо экспортировать. Вот это. Назову ее кабин. По-быстрому создам этот кабин. Добавлю ту же текстуру. Коллижин какой-то. Ну и сохраним, да. Под таким же именем. Вот. Сохранил. Это у нас готово. Теперь я буду сюда его загружать в качестве аттачментов. Начиная с первого. Вместо Access MDL я выберу наши кабинки. Вот первая. Вторая. Третьяя. И четвертая. Теперь можно сделать все наши нормальные сёрфейсы видимыми. Вот так оно будет вращаться, пока само колесо вращается. Ну а сёрфейс аттачментов сделать невидимым. Теперь посмотрим на модель самого колеса. Здесь я если включу анимацию Rotate, то вот так некрасиво будет с кабинками что-то происходить, что-то совершенно не то. Нужно вот здесь включить анимацию Rotate. Причём она должна включаться одновременно. Ну и вот по крайней мере кабинки в одном положении остаётся. Если я сохраню эту модель, наверное, я по новой её загружу. Где-то тут должна быть кнопка Reset Animation. Ну короче, когда вы в редакторе её добавите, оно будет нормально работать. Скорее всего. А, ну вот, оно уже фактически нормально работает. Как видите, никаких искажений. Эти проклятые кабинки крутятся вместе с колесом. Ну на этом можно заканчивать.